Всем привет, друзья! Ставка 50 тысяч рублей на матч в воскресенье. Это второе видео. Обязательно посмотрите первое. Там еще больше ставок, там есть экспресс. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокол, чтобы не пропускать моих следующих видосов. Дополнительные прогнозы бесплатно совершенно. Вы можете найти в моем телеграм-канале. Там я их выкладываю в большом количестве. Там же у нас есть чат более тысячи участников, где вы можете обсудить свои ставочки. Ссылки найдете в описании. В четверг уступил 3-1 Роме, причем играли почти весь матч в меньшинстве. Торинов в четырех матчах подряд проходит обе забьют плюс тотал больше 2-5. Три поражения подряд. Несмотря на то, что бьются, уступили 2-3 Удинеза, 2-1 Ювентусу, 2-2 сыграли с Амдори. Что касается Балони, то тоже это одна из самых результативных команд серии А. 2-2 сыграли со Спец. 1-5 Шпиллероми и 3-1 Интер. Я уже говорил не раз о том, что Балони была рекордной в серии 41 матча подряд, когда они пропускали в серии А. Затем они ее прервали. И вот в последних трех матчах начинается снова много пропускать. Поэтому я ставку обе забьют плюс тотал больше 2-5. Коэффициент 1-85. 3000 рублей я ставлю. Интер играет против Спеца. Слушайте, я немного удивился коэффициентом. Я понимаю, что Интер играет дома. Интер фаворит, более статусная команда. Но чтобы так мало давали на победу Интера против Спеца, которая неплохо смотрит в этом сезоне, я этого не понимаю. Особенно учитывая то, как безобразно Интер играл матч против Наполь. Да, они победили 1-0. Я даже рад этой победе. С учетом того, что больше всего денег я ставил на фору 0 на Интер, и ставка прошла. Но Интер намного хуже играл и при равных составах. И даже когда остался в большинстве Наполи, в меньшинстве там 3-4 шикарнейших момента, последнюю 20 минутку создали. Просто чудо спасло Интера от пропущенного гола. Так что Интер просто-напросто отскочил. Так это Наполи в меньшинстве играл. До этого Интер 3-1 обыграл Болонию. В 5-7 матчах у них в сериала обе забьют. Ставка проходит, что касается Спецы. Команда играющая, команда забивающая. В 5 матчах подряд у них обе забьют залетает. 2-2 сыграли с Болонию, 4-1 выступили Каратону. Это единственный, наверное, матч этого сезона, который они откровенно провалили. Также 1-2 выступили Латсу, где, в общем, заслуживали гораздо большего. И 2-2 сыграли с Калери. Так что я считаю, что Спецы даст двой. Не верю в разгромную победу Интера. Я думаю, что гости смогут забить. Две ставки у меня. Первая. Обе забьют. Коэффициент 1-92. 2-800 рублей я ставлю. Вторая ставка. Фора плюс 2 на Специю. Коэффициент 1-75. 2-800 рублей я ставлю. Сусуоло играет против Милана. Ну, от Сусуоло мы уже привыкли видеть пиршество забитых голов. Команда действительно была очень результативной. Но в последних матчах не столь результативная. Возможно, это с платформы. Не знаю. Но матч против Ферентина, в принципе, Сусуоло мне понравился. Они сыграли 1-1, вели 1-0. И создали достаточно моментов, чтобы забивать и второй, и третий. Где-то подвела реализация. До этого Сусуоло 1-0 переграл Беннивенту. Но он сыграл с Ромой. 0-3 уступил Интеру. И 0-2 одолел на выезде Верону. Что касается Милана, то Милан не проигрывает в этой зоне серия. Но последние матчи заставляют задуматься о том, что у Милана есть платформы. Особенно в отсутствии Златана. 79 матчей у Милана обе забьют проходят. И вы знаете, в последних матчах я вот прям узнаю старый Милан. Который много ошибается в обороне. Который очень много пропускает. Они сыграли 2-2 с Паром. Ну ладно, с Паром. И Паром здорово контратакует. Они 2-2 сыграли в прошлом туре с Джену. Команда, которая просто донная. Одна из худших в плане атак, создания моментов. И Джену забили 2. Могли забить даже еще больше. Нелепые ошибки в обороне. Когда позволяли все что угодно делать Шумуродову и другим нападающим Джену. В общем, я, посмотрев этот матч, не сомневаюсь, что дома Сусоло ворота Милана забьет. Поэтому 3,5 тысячи рублей я разделил на 2 ставки. Первое. Недуальный Тотал Сусоло больше одного. Коэффициент 1,66. 2 тысячи рублей я ставлю. И полторы тысячи рублей поставил на обе. Забьет плюс Тотал меньше 5,5. Коэффициент 1,75. Следующий матч. А Таланта Рома интереснейший поединок. У Таланта здесь есть преимущество. Потому что они проводили свой прошлый матч в среду на сутки раньше, нежели Рома. Потому что Роме пришлось играть в четверг. На это уже жаловался главный тренер Фансека. Но все равно с Тариновым выставляли основной состав. И пришлось побегать. Потому что Тарин, даже играя в меньшинстве, даже проигрывая 3-0, все равно продолжал биться. И Роме пришлось неплохо выложиться в том поединке. Рома 3-1 переграл Тарин. 1-5 до этого Болонию. И если посмотреть на результаты Рома, можно сказать, что команда ну прям здорово выступает. Ну столько побед. Ну в отличной форме. Но посмотрите, с кем они играют. Единственная более-менее серьезная команда за последние 10 игр, с кем бы играла Рома, это Наполе. И как они сыграли? 4-0. Сгорели Неаполе. И Аталанта точно такая же серьезная команда. Которая с учетом отдыха, с учетом того, что многие лидеры восстановились. Тот же Миранчук с Ювентусом уже выходил. Конечно, является фаворитом в этом поединке. Кстати, с Ювентусом сыграли 1-1 на выезде. При том, что последние 20-30 минут Аталанта просто давила Туринцев. Должна была забивать и второй, и третий. Ювентус просто-напросто отбивался. Я бы даже сказал, отскочил. Аталанта наиграла на победу в том поединке. 3-0. До этого Бергамасовки обыграли Ферентину. 0-1 на выезде Аякс. Квалифицировались в плей-офф Лиги Чемпионов. 0-2. Единственного дома уступили 0-2 Вероне. Но это было единственное поражение их за последние 8 игр. Да и в личных встречах полное преимущество Аталанта. В обоих матчах прошлого сезона они обыграют Рому. 2-1 дома, 0-2 на выезде. В 5 матчах они не проигрывают Роме. И в 4-5 играх при этом обе забьют. Проходят стадион Таланта, частенько ошибается в обороне. Поэтому думаю, что Рома, который в последнее время довольно результативно, забьет. Так что две ставки у меня. Первая. 4-0 на Таланта. Коэффицина не 65. 3000 рублей я ставлю. Вторая ставка. Обе забьют. Плюс TotalMage 5-5. Коэффицина не 68. 2700 рублей я ставлю. И еще один шикарнейший матч сериала. Лацио играет против Наполи. Лацио в последнее время тоже мне не очень нравится. Они сыграли 1-1 за Беневенто. Не лучшим образом выглядели в том поединке. 1-2 уступили в Вероне. Дом абсолютно заслуженно. В Лиге Чемпионов чуть не проиграли от Брюги, который действовал в меньшинстве. До 2 сыграли и пропустили, играя в большинстве. И у Лацио лишь одна победа в 6 последних матчах. Причем это единственная победа 1-2 над Специя. Когда после матча даже главный тренер Гату заговорил, что нам где-то повезло. Специя заслуживала большего. В последних 7, и 13, и 14 игр у Лацио проходят обе забьют. Только вдумайтесь в это, но это в первую очередь говорит о том, что Лацио, конечно, не идеально в обороне. Что касается Наполя, я повторюсь, был в восторге от их игры против Интера. Да, они проиграли 1-0, да, они не забили. Но в меньшинстве, в десятером бились не на жизнь, а на смерть. И создавали кучу моментов. Я просто был в шоке, как команда может играть в меньшинстве. Огромные доминировали Наполя в том поединке. Они наиграли на 2-3 гола, даже когда в меньшинстве остались. Просто дикое невезение. К сожалению, эту красную карточку получил именно Инсиния. Его потеря будет весома в этом матче, но все равно, даже с учетом его отсутствия, я считаю, что именно Наполи форит в этом поединке. У них 3 победы в 4 матчах серии А. И Лацио довольно удобно соперником для них является, потому что в личных встречах 7 побед в 8 последних матчах Наполи против Лацио. При этом Наполи немало пропускает, тоже надо это отметить. В 5-7 матчах у них в личных встречах обе забьют проходят. Так что здесь у меня тоже 2 ставки. Фора 2-0 на Наполи, коэффициент 1.86, 2900 рублей я ставлю. И обе забьют за коэффициент 1.79, 2800 рублей я ставлю. И последний матч Эйбер играет против Реала. Ну, Реал на самом деле создал себе большие проблемы в домашнем матче против Атлетика из Бильбао. В самом начале матча остались в большинстве, вели в счете, но позволили Атлетику сравнять счет, не разбери их в обороне. И только в конце героически Реал смог одержать победу, 3-1 переграв команду, которую весь матч играла в десятеро. Я бы отметил то, что Реал действительно не идеально в обороне. Если посмотреть на их матч, то в 11 из 15 игр последних Реал пропускает. Эйбер же команда, которая по все время играет довольно недурно. У них 5 матчей ни одного поражения, 4 ничьих и 1 победа. Они очень здорово смотрятся. В прошлом туре на выезде 1-1 сыграли с Реалом, который тоже очень хороший сейчас. 0-0 сыграли дома с Валенсии, на выезде 0-2 Бетис переиграли. Да, они всегда по все время здорово домашние поединки складываются, но хотя, с другой стороны, я помню матч Эйбера. Именно дома они в основном доминируют, оказывают максимальное давление на соперника. И даже с Реалом тоже дома играют довольно-таки неплохо. Не в прошлом сезоне, может быть, потому что дома в прошлом сезоне они 0-4. Ему ступили, хотя на выезде проиграли 3-1, но забили. Тем не менее, сезоном ранее именно Эйбер дома перегравил Реал 3-0. Я помню этот матч. Эйбер провел просто шикарный поединок. И так или иначе, Эйбер забивает ворота Реала в 4 из 5 матчах. Может быть, не всегда Эйбер результативен в последнее время. Но с учетом того, что здесь Реал будет играть первым номером, Эйберу, может быть, это будет даже где-то удобнее. Потому что мы видим, что в последнее время именно на выезде Эйбер забивает, одержит победу, потому что там он более осторожно действует. А учитывая то, что Реал пропускает, как я уже сказал, по часик матчах последних, я ставлю на то, что Эйбер забьет в этом матче, коэффициент на них 68, 2800 рублей. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, переходите в Телеграм с дополнительными бесплатными прогнозами по ссылке в описании. Подключайтесь к нашей беседе. Успехов вам! Увидимся в следующих видео.